Уважаемая Анна Николаевна, я искренне благодарю вас за то, что вы взялись за это непростое дело. У нас мало главженщин, и с уверенностью могу сказать, что со всеми женщинами, с которыми мне приходилось работать, включая вас, я с уверенностью могу сказать, что вы большие молодцы. Вы как настоящие мамы, наверное, заботящиеся о территории, которая вам доверена, безусловно, старались сделать так, чтобы ваша семья жила хорошо. А вашей семьей все эти пять лет было Псебайское городское поселение. Я вас искренне за это благодарю. Я абсолютно уверен, что ваши коллеги будут продолжать те дела, которые вами были начаты. Я совершенно уверен, что Псебай поднимет планку в реализации намеченных планов. Безусловно, есть вещи, которые не удались. Я не буду сегодня говорить об этом, мы об этом поговорим уже с новой командой. Ровно для того, чтобы новая команда смогла поправить то, что не удалось Анне Николаевне и ее соратникам. Во имя Псебая, во имя его жителей, во имя комфорта, который должен быть в городском поселении. Я еще раз всех вас искренне благодарю, Анна Николаевна. А вам желаю, как бы ни сложилась жизнь, чтобы вы эту яркую страницу своей биографии ценили, помнили. Один человек мне сказал на днях. Сергей Ильич, спасибо, что вы осчастливили Анну Николаевну, когда вы приняли решение, чтобы она уходила. Вы знаете, я ему ответил, вы знаете, вы ошибаетесь. Счастливо я ее сделал тогда, когда я предложил стать главой. Я в этом абсолютно убежден. Пройдет время, и Анна Николаевна это осознает, безусловно. Поэтому, Анна Николаевна, я желаю, чтобы так и было. Чтобы вы, выйдя из этого зала сегодня, освободившись от груза ответственности, все-таки были истинным патриотом малой родины, поселка Псибай, Псибайского городского поселения. И продолжали, где бы вы ни работали, содействовать и способствовать тому, чтобы Псибай хорошил. Чтобы жители в нем чувствовали себя комфортно. Спасибо, в добрый путь. Спасибо за все, что вами делали. Добрый путь, я прошу вам приветствовать, коллеги уважаемые. Добрый путь, я прошу вам приветствовать. Накануне на сессии депутатов районного совета было принято решение в этот день Анне Николаевне вручить почетную грамоту администрации совета за добросовестный труд на благо Псибайского городского поселения. Позвольте, мы с председателем вручим вам эту почетную награду. Всем приветствую поздравляю. Не будете повторять всего памятника. Все вам доброе. Я, конечно, не умею так красиво говорить, как Сергей Викторович, потому что опыта у меня маловато. Но я все равно приготовила вам добрые слова, которые я хочу обязательно сказать сегодня в этот день. Уважаемые присутствующие, уважаемые коллеги, сегодня завершилась моя работа в должности главы. Это мое личное решение. Оно выверено во всех смыслах. По моему глубокому убеждению, руководитель в зрелом возрасте должен своевременно принимать решение о завершении деятельности и должен уходить достойно. Не под нажимом сверху или снизу, или ввиду каких-либо чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и не конфликта. Работа главы требует огромной отдачи, энергии, новых идей. Такая деятельность по плечу, прежде всего, новым молодым поколениям. В современном мире изменения идут быстро, им надо соответствовать, в том числе и в кадровой политике. Уважаемые депутаты, руководители предприятий, организаций, неравнодушное насельщание, благодарю вас за поддержку, которую я ощущала все эти пять лет своей работы. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работала для людей, для вас, уважаемые жители. Трудилась честно и никогда не позволяла себе приступать к грань законов. Слухи о порой и фальшивые новости преследуют любого руководителя. Так устроен мир. И с этим ничего не поделаешь. Но я в своей деятельности ориентировалась исключительно на порядочность, честность и ответственность. Я искренне уважаю каждого жителя, его мнения, его права. Это мой принцип работы. Со многими из вас я встречалась лично на собраниях, на приемах, кабинетах, праздниках и сходах. И на таких не очень приятных событиях, как похоронах. Мне всегда доставляло удовольствие видеть вас, слушать и общаться с вами. Я всегда дорожила вашим добрым словом и желанием помочь вашей отзывчивостью и открытостью. По завершении этой работы я буду также открыта для встреч, бесед и контактов. Если нужны будут мои мнения или советы, я с удовольствием поделюсь ими. Если нужны встречи, приглашайте. Приеду или приду. Я уверена, что поступаю правильно. Наша малая родина – замечательная и прекрасная территория для развития во всех направлениях. И я, вообще говоря, счастлива, что имела возможность вложить свой труд на благо нашего поселения. Сегодня завершился новый этап моего жизненного пути, где я обрела колоссальный опыт. Я хочу поблагодарить всех собравшихся в этом зале за совместный труд на благо нашего поселения. А если мыслить шире, то и района, и края в том числе. А избранному главе поселения я искренне желаю сохранить и премножить то, что было наработано за минувшие годы. Должность главы – это большая ответственность. В таком нелегком труде я желаю твердости характера, здоровья, терпения, плодотворной работы, ну и, конечно, надежных помощников со всех уровней. Сделано много, но впереди новые цели и задачи. Спасибо вам за всё. Я вас всех очень уважаю и люблю. Спасибо большое. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Всего вам доброго. До свидания.